Мёд, это вообще супер-мега ужасный продукт. Опять большое исследование. У меня есть ангетилаз, значит, у меня есть аллергия. И от кучи у меня происходит. По описанию невозможно сказать. Пожалуйста, вкалите мне дозу мандаина. Я сильный, способный. Это неверно. Сейчас вырвет от твоего запаха. Аллерген животных, он содержится в его коже. Аллергены из белка мочи. Я ем всё. Возникла остановка сердца. Почему не берут в армию? Лучше так. Конечно, умереть молодым. Я уже чувствовал, мы сейчас подойдём к самому интересному. Прекрасные медитации. Там, холотропное дыхание. Это шарлатаны. Диагноз. Там, 90-95% строится на клинической картине. Может, я чокнутый? Подкаст «Скажите А». Добрый день, дорогие подписчики, дорогие зрители. Сегодня в эфире подкаст «Скажите А». И у нас в гостях врач, аллерголог-иммунолог Александра Винницкая, кандидат медицинских наук. Александра, привет. Здравствуйте. Добрый день. Привет. Ты знаешь, у меня в начале всегда подкаст очень простой вопрос. Так. Что такое аллергия простыми словами? Ну, если прям со всеми простыми словами, да, то это аллергия, это у нас неправильная работа иммунной системы. То есть это неправильный ответ, ошибка, ошибка иммунной системы, да. То есть какой-то сбой, где-то произошла ошибка именно в ответе. То есть у обычного человека, у которого нет аллергии, на те молекулы, которые попадают в организм, то есть аллергены, ответа не будет. У аллергика, соответственно, эта ошибка приводит к тому, что иммунная система этот белок воспринимает как чужеродный, как опасность. Хотя это не является опасностью. Вот ты говоришь, белок. Да. Это только на белок? А если не белок? Есть какая-то другая часть организма, не знаю, там, жирок, углевод? Нет, на самом деле в основном аллергия происходит именно на белковую структуру. То есть это должна быть определенная последовательность аминокислот для того, чтобы иммунная система отреагировала. В очень редких случаях может эта реакция быть на углеводы. На самом деле, у нас только один углевод, на который мы реагируем. На какой? Это называется альфа-гал. Но это углевод, который переносится клещом и содержится в мясе. Просто у нас его нету, иммунная система его воспринимает как аллерген. По факту это пока единственный углевод, на который действительно может быть аллергией. А глютен? Все говорят, глютеновая аллергия вообще, у меня там вот это, вот это, все. Ну, глютен это белок, да, глютен, белок. Просто я почему спросил, потому что он содержится же в пищевых волокнах, там, в ржи какой-то, пшенице. Да, да, да. И кажется, что это, ну, типа углевод. Нет, нет. Это тоже белок? Да, 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 клейковина, клейковина, да. Ну, то есть это может быть белок плюс, да, в совокупности с углеводом, но все равно белковая структура, она должна присутствовать. Хорошо. А как тогда проявляется аллергия? Вот кажется, что все там ходят, знают, типа, вот у меня там на коже краснота какая-то, или хуже всего все говорят, что вот отек квинки, и все, и там дышать невозможно. Это так или есть еще какие-то проявления? Так, ну, вообще аллергией у нас называют вообще все, да, грубо говоря, от того, что это хешится кожа, да, заканчивая то, что человек часто чихает. Но на самом деле у нас есть для каждой аллергии определенные свои критерии. Аллергия, чтобы мы понимали, по старой классификации всего 4 типа. По новой классификации у нас 8 типов, подтипов аллергии, то есть аллергических реагирований, да, но, если простыми словами, я же так понимаю, мы, ну, в основном, для людей, которые не врачи записаны. Да, да, не кандидат в наук, не научные сотрудники. Вот, вообще у нас существует несколько типов аллергии. Во-первых, есть немедленный тип аллергии, то есть это как раз-таки, когда человек что-то съел, или он вдохнул пыльцу, какой-то респираторный аллерген, и у него сразу же проявилась реакция. Вот это немедленный тип. Оно связано с гистамином и проявляется, ну, от секунд до, может, нескольких часов. Это, если мы говорим про пищу, то чаще всего это в минимальных таких проявлениях, может быть, зуд во рту, отек губы, дальше это может быть удушье, волдыри, крапивница, которая сразу появляется, и иногда со стороны желудочно-кишечного тракта. Если мы говорим на аллергены, которые мы вдыхаем, и все-таки, опять же, хочу подчеркнуть, что это должна быть белковая структура, это не запахи, да, это не низкомолекулярные, то есть это не где-то там, что вот человек на парфюм реагирует, например. Это мы потом поговорим, ну, обсудим. Это рефлекторная реакция. Кайф, это очень хорошо. Это рефлекторная реакция, больше раздражительная на рецепторы, вот, но не реакция иммунного ответа. Да. Вот если мы на респираторную, на респираторную аллергены реагируем, то здесь тоже будет зуд в носу, да, слезотечение, выделение из носа, чихание, и удушье, если это бронхиальная астма аллергическая. Это вот немедленный тип реагирования. Такой же тип реагирования может проявляться на лекарства, да, но там по-разному может быть, там может быть с выработкой антител, то есть иммунная память может вырабатываться. Может вырабатываться к лекарствам, а может не вырабатываться. Это, ну, тоже чуть позже, как бы, это обсудим. Стало сложнее, честно говоря, а не легче. Значит, да, суть в чем, есть немедленный тип реагирования, а есть замедленный тип реагирования, если общими словами немедленный, это вот то, что я описала, это может быть отек, удушье, высыпание, то есть крапивница, всегда, всегда это будет крапивница, не какие-то другие. Если это замедленный тип реагирования, то это чаще, как раз-таки, например, контактный аллергический дерматит, ну, допустим, на металлы. Типа бляшка вот у меня. Да, да, на металл, да. Это как раз-таки замедленный тип реагирования, и он проявляется не сразу, то есть минимум должно при первичном контакте пройти там двое-трое суток. Также и с лекарствами, это, кстати, наиболее часто тип реагирования при аллергии на лекарства, то есть здесь как раз-таки мы говорим про, действительно, вот эти вот высыпания, если мы внутрь принимаем лекарства, то для него характерна именно генерализация, то есть чаще-то все-таки по всему телу высыпания будут. Офигеть. Да. И здесь как раз-таки врач-аллерголог очень должен хорошо разбираться в молекулярных механизмах для того, чтобы понимать, как это будет проявляться клинически. То есть, грубо говоря, немедленный и замедленный тип. Да. Я просто как раз про это и хотел спросить. Вопрос, ну вот атопический дерматит, псориаз, кажется, как будто это тоже твое. Тут суть в чем? Вот это моя любимая тема, на самом деле, я именно, ну, по большей части могу себя назвать, наверное, экспертом в дерматитах и в коже. Вот, я знаю из моих любимых тем, значит, в чем суть? У нас люди и даже, как бы, ну, многие врачи, например, там не аллергологи и не дерматологи, считают, что все, что высыпает и все, что чешется, это аллергия. Я тоже так считаю. Да. Это неверно. Каюсь. Абсолютно неверно, да. Почему? Значит, зуд сам по себе, это такой симптом, который характерен для огромного количества заболеваний кожи. Типа любое воспалительное, оно же сопровождаться может зудом. Да, да, да. То есть, зуд, у него несколько причин может быть. И не все, что, я, моя любимая фраза, не все, что чешется, это аллергия, да, не все, что высыпает, это аллергия. На самом деле, например, если мы возьмем атопический дерматит, что принято считать аллергией, раньше действительно так считалось, еще лет 20 назад даже, может быть, ну да, 20 назад, это не является аллергией. Атопический дерматит в первую очередь связан с дефектом кожи. Это генетическое заболевание, то есть это генетическая предрасположенность, это нарушение кожного барьера. И более того, то есть недостаток определенных белков в коже способствует тому, что кожа не может сдерживать воду, и это приводит к тому, что через вот эту поврежденную кожу проникают аллергены. То есть тут нарушена, как бы, причинно-следственная связь. Отдельно, изначально сам по себе атопический дерматит, это отдельное заболевание, которое не равно аллергии. Да. Так же, как и, например, псориаз, это вообще аутоиммунное заболевание. Ну, начинается. Так, о чем мы, что мы тогда обсуждаем? Нет, я просто хочу. Да. То есть это тоже не твоя, как бы не чисто аллергия. Это чисто дерматология. Атопический дерматит почему занимаются, в том числе аллергологи, хочу объяснить. Значит, и атопический дерматит, и аллергия, это заболевание, ну, аллергия респираторная, например, да, пищевая, это генетически предрасположенное заболевание. И там, и там, и при атопическом дерматите, и при аллергии задействован иммунный ответ одного и того же типа. Но при атопическом дерматите может быть аллергия, а может не быть. Вот. То есть здесь есть несколько различных вариантов, вариаций. Момент следующий. Если атопический дерматит связан действительно с аллергией, это бывает действительно такое. У маленьких детей 30% атопического дерматита связан с пищевой аллергией. То есть он как бы будет проявляться намного тяжелее, нежели без аллергии. Так, значит, вот смотри, сейчас я попробую. Значит, у меня друг есть просто. Он, значит, ест и пьет. Ну, как и все люди, понятно. Он просто ест что-то острое или, например, выпьет алкоголь. И потом у него высыпания вокруг рта красные такие, популезно-скламозные, я не знаю. Нет, в общем, высыпания такие красноватые, да, причем в определенные участки. И когда он не нарушает диету, у него все хорошо. Когда он за простой наречие, прости, прибухнет, нарушит диету, то у него периодически вот здесь вот возникает вот эта штука. Ага, я поняла. Такая штука. Значит, если мы говорим, еще раз, атопический дерматит. Так. Атопический дерматит – это заболевание кожи. Ага. То есть это нарушение кожного барьера первоначально. Вот. И у атопического дерматита может быть три формы, если грубо говоря. Да, значит, есть люди, у которых атопический дерматит вообще без аллергии. Да. Вообще без какой-либо. Есть люди, особенно дети, маленькие дети, обычно это дошкольного возраста, у которых атопический дерматит есть, и он будет ухудшаться и обостряться от пищи. Для таких, для такого атопического дерматита, который четко имеет связь с пищей, действительно, будут такие критерии, как очень, как бы, большая выраженная тяжесть. То есть это тяжелый атопический дерматит. Это не значит, что где-то какое-то пятно, и мы не можем его вывести, а это будут высыпания, грубо говоря, с ног до головы. Это будет связь именно с конкретным аллергеном. Ну, например, с яйцом, допустим. А с алкоголем, может? Нет, это отдельная история. Это я сейчас скажу. Я уже чувствую, мы сейчас подойдем к самому интересному. Вот. Ну, тем более маленькие дети, да? Да. И это будет очень тяжелое течение. То есть, еще раз говорю, генерализация большая и устойчивость к наружной терапии. Вот. И третий вариант – это когда смешанный тип здесь, это у взрослых чаще бывает, даже не связанный, например, с пищей, а связанный с респираторной аллергией, потому что есть такие атопические дерматиты, которые обостряются за счет проникновения, например, респираторных аллергенов. То есть, клеща домашней пыли, допустим, он хорошо проникает через эту поврежденную кожу. Следующий момент, что, еще раз повторюсь, аллергия, атопический дерматит, они по своему иммунному механизму, они схожи. То есть, там один и тот же механизм ответа. Но при этом атопический дерматит может быть как с аллергией, так и без. Я, бля, запутался, отвечаю, вообще, просто, я не знаю, как люди… Так, ладно. Я такой, что происходит, аллергический дерматит. А как выглядит аллергический дерматит, чтобы люди не спутали у себя на руке, на ноге, там? Значит, атопический дерматит для него характерно определенный… Если мы говорим про взрослого, давайте про взрослого человека будем говорить. Атопический дерматит для него характерно определенные места. Это обычно под коленками, в локтивых сгибах. Там, где потненько. Ну, там, где сгибы, там, где трение есть. Там, где есть трение, да. Иногда, может быть, шея, да, лицо. Но этот диагноз может поставить только дерматолог или аллерголог-омнолог на приеме, посмотрев. То есть, я всегда говорю, по описанию невозможно сказать. А как они выглядят? Человека обязательно нужно видеть. Это понятно, да. Ну, вообще, как выглядят? Типа, красненькие? Должна быть выраженная все-таки сухость кожи, да. Это должно быть, ну, расчесы. То есть, для атопического дерматита выражен сильный зуд. Зуд именно вот в этих местах чаще всего, да. Не на локтях, а наоборот, вот тут. Нет, да, на локтях чаще другие проблемы. Это чаще псориаз, все-таки бляшечные всякие формы, да. То есть, здесь всегда важно, чтобы врач визуально оценивал. То есть, 95% диагноза дерматологического – это осмотр. Это осмотр человека и правильно собранная история болезни, вот. Значит, к сожалению, у нас все, все, что чешется, спихивают все в одну кучу. И вот атопический дерматит – это вообще отдельное заболевание, да. У нас есть, помимо этого, например, контактные дерматиты. Контактные дерматиты в том числе могут быть… На бляшку от ремня. Могут быть, да, это аллергический, то есть, там формируется иммунная память. То есть, что отличает, если вот прям грубо говоря, аллергия от неаллергии, прям вот то, что мы, аллергологи, прям называем истинной аллергией, там, где формируется иммунная память. То есть, при попадании аллергена в следующий раз клетки моментально начинают на это реагировать. Это чисто аллергический механизм. Там, где иммунная память не формируется, то есть, иммунная система не запоминает то, что до этого попадало в организм, мы по большей части рассматриваем как неаллергию. То есть, это как псевдоаллергические реакции. Это важно для лечения, для прогноза, и от этого очень многое зависит. Сейчас мы про это еще поговорим. Вот возвращаясь к моему другу, у которого после того, как он выпьет алкоголь... Я поняла, да. ...и съест что-то непонятное, у него вот здесь на лице появляется что-то красное и чешущееся. Да, действительно. Мы должны понимать, здесь мы подходим к тому, что такое пищевая аллергия. Я сейчас начну опять издалека. Но судя по тому, что ты сказала, алкоголь, это же не белок. Нет, вот я хочу сейчас объяснить. Значит, у нас для того, чтобы понимать, что есть пищевая аллергия, есть четкие критерии. Она по-другому вот, ну не может никак протекать. Расскажи их, пожалуйста, ты прям заинтриговала. Значит, бывает, если мы говорим про маленьких детей, там бывает два типа чаще всего. Это гастроэнтестин, ну как бы кишечная форма, и она будет проявляться без выработки антител. Мы не сможем никак ее по антителам в крови выявить, но мы можем по клиническим симптомам выявить у маленьких детей. Это будут тяжелые там диареи с прожилками крови. Ну, это у маленьких детей. А когда с возрастом человек зарослеет, у него часто к пище, особенно к таким, как белки, крови молока и яйцо, возникает толерантность. Он перестает реагировать. И уже во взрослом возрасте пищевая аллергия будет проявляться такими симптомами. Критерия, я назову сразу критерий, это быстрота, то есть человек съел продукт, и сразу у него появилась реакция. Тяжесть, то есть это всегда будет какие-то зуд во рту, отек губы, удушье, крапивница, вплоть до иногда анафилактических реакций. Таким сильным аллергеном, например, рыба является. И то есть может быть даже с падением давления, да, с достаточно выраженными, тяжелыми уже симптомами. То есть первое – это скорость, второе – это тяжесть. И третье, самое важное, это повторяемость. Повторяемость, то есть из раза в раз один тот же продукт будет вызывать. И четвертое – не зависит от дозы. То есть мы можем съесть маленький кусочек рыбы или там яйца, и у человека возникнет эта реакция. То есть это не зависит от дозы. Вот. А у нас существуют псевдоаллергические реакции. Они не являются, не связаны с иммунитетом, и они, их можно так, в народе они называются пищевая непереносимость. Их можно вот так называть. Ага, в глютеновое. Нет. Там вообще другое. То есть это к тому, что все намного сложнее, да? Значит, что такое псевдоаллергия? Это когда мы потребляем продукт с большим количеством, например, гистамина, то есть который сам по себе является тем медиатором, который участвует в аллергии. А это какие такие продукты? Ну, например, даже не гистамина, например, там серотонина, это чаще всего гистидин, который имеют, это бананы, это консервированные продукты. Это, в том числе, например, да, то есть это консервированные продукты, это бананы, потом есть продукты, которые усиливают не специфически, то есть без выработки антител. Допустим, вот это та история, когда человек в детстве съел килограмм мандаринов и у него высыпало. Да. Вот. Но потом он съел один мандарин и его не высыпало. Вот это и является псевдоаллергической реакцией, да? То есть здесь не зависит от дозы, и чаще всего эти состояния, они не жизнеугрожающие. Так, подожди, а что, переел мандаринов, значит, это вообще никак? Можно есть мандарин? Да, просто в меньшей дозе, если вы знаете свою дозу, например, да. Доза мандаринов. Пожалуйста, вколите мне дозу мандаринов. У меня Новый год не начинается. Да, то есть это называется, такие продукты гистамины-либераторами. Это что принято всегда исключать у нас. Ага. Цитрусовые, клубника, креветки. Помогает это? Это неверно, это старые устаревшие рекомендации. Это такая гипоаллергенная диета по АДО. Ну, типа для мамы дают такую диету тоже. Ой, это вообще отдельная тема. Пожалуйста, развей хоть парочку мифов. Да, значит, миф. Мама, значит... Ага. Вот ты мама. Я мама. Да. Сейчас, у меня ребенку три месяца всего лишь. Да, расскажи. Вот, я ем все. Абсолютно все. Я пью кофе, я ем клубнику, я ем цитрусовые. Абсолютно все ем. Значит, маме можно есть абсолютно все. Если у нее, у самой нету пищевой аллергии... Отлично. То есть она, например, не реагирует теми симптомами, про которые я сказала. Затворто, отек губы, удушье и т.д. То есть тяжелые симптомы такие. Значит, ей можно все кушать. Отлично. И чаще всего, еще раз повторюсь, это аллергены, там, ну, орехи. Это чаще всего яйцо. Да. Ну, коровье молоко, опять же, это чаще у детей. Креветки те же самые. Вот. Молепродукты. Ну, в общем, это диета не спасает. Если у тебя не аллергия, то не надо заниматься непонятно чем. Нет, 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 ни в коем случае не надо. Не надо, потому что это очень большие проблемы накладываются на маму, потому что и так это стресс, это недосып. Ты еще и не ешь, получается. Еще еще и не ешь, да. А если мама, например, ну, ребенок на грудном вскармливании, это дополнительные 500-600 килокалорий, которые потребляются. То есть маме нужно, ну, что она будет есть? Рис, гречку, как у нас любят посадить. И любые высыпания ребенка, любые, связывать с этим, это неверно. То есть у ребенка большое количество физиологических высыпаний, акт на новорожденных, эритема, которые... Да, ну, это как это мы еще сейчас подойдем. Вот, суть в чем, то есть в двух случаях мы сажаем маму, и то точечно, да, если она сама на какой-то продукт реагирует, и если вдруг у ребенка действительно на грудном вскармливании, что на самом деле встречается достаточно редко, есть симптомы пищевой аллергии. То есть это проктоколит какой-то, энтероколит. Что это для непосвященной публики? Для непосвященных, да. То есть это действительно поражение желудочного и кишечного тракта именно вот этими белками. В первую очередь, второе у молока яйца, которое проникает через грудное молоко к ребенку. А как проявляется? Это будет... Диарея. Это будет... Ну, там сложно сказать, у ребенка диарея, да, у такого маленького. То есть это будет проявлениями... Это не будет набора веса, да. Это будет действительно нахождение часто крови в кале, вот, в стуле. Это может быть рвота фонтаном. То есть это достаточно тяжелое состояние на самом деле. Вот пищевая аллергия, которая поражает кишечник, у ребенка это тяжелое состояние. Понял. И это невозможно зачастую, на самом деле, пропустить как-то. Вот, только в этих двух случаях и то мы точечно убираем. То есть мы пробуем этот аллерген, мы пробуем этот убрать, да, убираем на две недели, смотрим, если улучшение идет, тогда исключаем. Почему мы так делаем? Потому что при кишечной форме антител в крови ребенка, да, не будет. Дед, то есть мы ничего не выявим. То есть здесь это чисто эмпирическая такая история. Так, понял. С детьми понятно. Маму не надо, ей ничего исключать. Нет, в любом случае все кушать. Пусть ты хоть чем-то себя рад. А теперь моему другу-то что делать? Вот, вот, и следующее. И есть дерматиты, ну, вот, атопические дерматиты, и более того, например, розация, переоральный дерматит. Я не... скажи всем, пожалуйста, что это такое. Вот, это вообще не связано с аллергией. Типа вокруг рта, это вот переоральный. Нужно смотреть, но чаще всего это, да, переоральный дерматит. Это вообще не связано с аллергией. И они, эти дерматиты, действительно реагируют на еду, но это называется триггером. Это не является аллергеном. Вот пищевая аллергия, еще раз говорю, у нее есть четкие критерии. Вот то, что я назвала, да. Все остальное, по факту, это индивидуальная непереносимость и триггеры. Например, есть такое заболевание, розация, и к нему, как по типу, это переоральный дерматит как раз, который реагирует как раз на алкоголь, на стресс, но это общие триггеры, да, стресс, алкоголь. Но у него так вот как раз, да. Вот, то есть это не специфические такие триггеры, которые действительно, к тому же, могут там приводить к расширению сосудов. Все это способствует обострению дерматита, но это не аллергия. Хорошо, тогда что же ему делать? Просто я, он надеялся, что я с тобой проведу подкаст, он найдет ответ. Какой ему ответ? Что ему делать? Приходите на прием. Нет, вообще, если это такая история, скорее всего, это дерматологическая патология. Это дерматолог, в первую очередь. Да, нужно, если есть проблема, которая не проходит, в любом случае обратиться к дерматологу, потому что большая часть дерматитов, они хронические, и они просто уходят в эмиссию при правильном подходе, при правильном лечении. То есть, как я всегда говорю, пациенту с топическим дерматитом, например, с тем же, это же генетическая история, она никуда не уйдет, это хроническое заболевание. Это уже образ жизни. Ну, то есть, так же, как, да, гипертония, то есть, человек постоянно принимает таблетки, здесь та же самая история, это образ жизни. Человек должен научиться правильно ухаживать за кожей, правильно наносить увлажняющие средства. И врач, который объясняет, должен научить пациента этому. В этом состоит задача. Хорошо. Тогда знаешь, такой вопрос суперский. У меня есть знакомые, которые говорят, вот ты жизнь жил с атопическим дерматитом, а сейчас я тебе дам медитации, холотропное дыхание, будешь утром бегать, в холодным душем, обливаться, и все у тебя, у тебя, во-первых, пройдет атопический дерматит, псориаз, все пройдет. Ответь, кто врет? Или правда пройдет? Я тогда буду дышать по бутейке. К сожалению, да, да, да. К сожалению, эти заболевания, еще раз повторюсь, да, большая часть, они генетически опосредованы. Пока мы не научились воздействовать на геном, ну, то есть, в таком большом объеме, чтобы... Да, да. Но есть, они не пройдут никогда. Это невозможно, чтобы они прошли. А глубоко дышать. Но, да, мы... Медитации. Мы можем проводить. Конечно, это шарлатаны. Вот вам, ребяточки, добрый вечер. Это шарлатаны. Генетическое заболевание, нельзя от него избавиться, никак. А если будешь ритуалы какие-то делать? Так в том-то и дело, что у нас многие заболевания, сейчас объясню, кожные, кожные, так же, на самом деле, как и желудочно-кишечный тракт. Они очень хорошо реагируют на стресс, на эмоциональное состояние, на тревожно-депрессивные расстройства и т.д. Я понял. Поэтому, в том числе, дерматолог должен разбираться в этом, как и аллерголог, да, в психиатрии. Так. Действительно, при выраженном стрессе, при этих заболеваниях, ментальных процессах, ментальных заболеваниях, есть нарушение выработки определенных нейромедиаторов. И в том числе эти нейромедиаторы неправильно или в большом количестве вырабатываются из нервных окончаний и проникают в кожу. И тем самым на наших иммунных клетках есть эти рецепторы к этим нейромедиаторам. И при этих заболеваниях, сопутствующих, кожные процессы будут усиливаться. При стрессе, при, еще раз говорю, ментальных процессах, всех заболеваниях, будет это ухудшаться. Поэтому, конечно, если те люди, которым помогает медитация, на самом деле, да, это сейчас называется модным словом Mindfulness, на самом деле все взято из буддизма. Так. Вот. Ничего нового не придумано. Действительно, это заземляет, это дает спокойствие, особенно те, у кого есть тревожные расстройства. И, соответственно, это способствует спокойствию. Я понял. Если это, типа, неистинная аллергия, неистинная генетическая патология, то ты можешь помочь. Нет, почему? Почему? Это в совокупности... Так или иначе поможет. Это может помочь. То есть надо идти к шарлатанам? Нет, нет. Это как один из факторов, над которым мы работаем. Когда ко мне... Объясню, когда ко мне приходит пациент с топическим дерматитом. Да, мы в первую очередь убираем обострение, если он в обострении. Мы... Я учу его правильно ухаживать за кожей, как он должен увлажнять ее, какие факторы внешней среды могут провоцировать, как он должен их избегать и так далее. Но я всегда смотрю на его, в том числе, психологическое состояние. И если я вижу, что есть проблемы, есть тревожные расстройства, есть признаки депрессии какие-то, да, я всегда рекомендую обратиться к специалисту. И это психиатр, либо психотерапевт, бояться этого не стоит. Потому что это в том числе будет усиливать и провоцировать обострение этого заболевания. Поэтому, как дополнительный фактор, мы можем использовать прекрасные медитации, там, холотропное дыхание, если это человеку действительно помогает. Но это не основное лечение, чтобы понимали, да? Да, 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 да. С одной стороны, вот я понимаю этих людей. Знаешь, как в фильме было? Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика, как говорили. А тут вот человек себе накручивает. Вот условно, он вышел один раз на улицу, что-то на лице появилось. Он такой, блин, зудит, все, не могу. Второй раз вышел, вдруг еще раз появилось. И он себя накручивает до того, просто уже в пике заходит. Он уже ходит по кому угодно. Уже тоже какой там аллерголог. Разве что люди там, в общем, которые шарлатаны. Я понимаю, да, здесь еще важен просто момент такой, что, к сожалению, как бы это, соответствуя этике диантологии, я бы хотела, да, но, к сожалению, у нас действительно много специалистов, которые до сих пор, до сих пор лечат атопический дерматит не теми методами и уверяют пациента, что это аллергия. И вот если вы исключите вот этот продукт, то у вас все пройдет. Вместо того, чтобы объяснить, что да, это хроническая заболевание, да, вам, к сожалению, придется с этим жить. Но если вы правильно научитесь этим жить, правильные мероприятия проводить, то мы можем вообще, грубо говоря, избежать этих обострений. Ну, либо это будут какие-то редкие обострения. К сожалению, тут вот в этом проблема, что пациент ходит по разным врачам, действительно, и те врачи, которые не восполняют свои знания. Хотя, на самом деле, тут это все прописано в российских клинических рекомендациях. Здесь вообще ничего сложного. То есть здесь не какое-то такое знание, что это нужно залезть на подми, это где-то там выбрать эти статьи с хорошим дизайном, исследованиями. Нет, это обычные клинические российские рекомендации, где все это прописано. И, к сожалению, не все врачи это знают. И это отражается в том числе на тревоге пациента. Если бы мы сразу говорили, ну, все врачи это знали, говорили о том, что вот так-то, так-то и так-то, да, вам придется это принять, да, вы можете погоревать, свыкнуться с этим. Погоревать мне нравится. Ну, да, это же все-таки... Это, короче, русская хандра им овладела. Да, это как принятие своей болезни, это же важно на психологическом уровне, я считаю. И прийти к тому, что, ну, вот, да, все-таки придется. А вот как принять? Вот смотри, я мужик, мне 30 лет, я вот буду, я сильный, способный, защищу всех, а в итоге получается, что на лице у меня дерматит. Ну, как... А это уже вопрос к психологу, но это невроз, ну, то есть, это предъявляемое нашим обществом, что мужчина должен быть таким-то и таким-то. Хорошо, значит, с дерматитом можно жить, даже если тебе 30 лет, ты мужчина. Конечно. Подкаст «Скажите о...» Сейчас период цветения, он начинается там, не пойми, когда. Да, значит, самый главный вопрос, как понять, что это аллергия, а не ОРВИ очередное? Тут нужно понимать, да, что, ну, во-первых, при аллергии никогда не поднимается температура. Ну, то есть, если это, как бы, такая нетяжелая какая-то супер-мега-аллергия, которая там, ну, например, лекарственная, когда там кожа отслаивается, я не знаю, ну, грубо говоря, есть такие, да, типа аллергии, там может, да, либо там может какая-то легкая температура подниматься, но это не будет, там, 38, 39, при аллергии этого не бывает. Да, это первый момент. Второй момент. Все-таки не будет боли во рту, да, то есть каких-то таких вот симптомов, да, боли в горле, в смысле, я имею в виду, там, заложенности какой-то такой выраженной. Это второй момент. То есть боли не будет, не будет температуры. Ну, и третье, то есть все-таки повторяемость. Мы должны понимать, да, что из раза в раз, например, если вы там... В апреле все начинается, например, да? Да, 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 например, в сезоне, то нужно подумать все-таки, обратиться. И чаще все-таки зуд, выраженный зуд, тоже критерий, да, то есть при аллергии будет выраженный зуд, глаз, носа. А, значит, этот, изо рта, из глаз, из носа течет, во-первых, да, во-вторых, это как-то отекает, ну, типа увеличивается в размерах или не отекает? Не обязательно, нет. Покраснение есть? Может быть, покраснение глаз, век, да, да. И они чешутся жестко? Да, обычно да, да. Но не всегда глаза задействованы, но если это выраженная аллергия, то глаза могут быть задействованы, и тут критерии действительно выраженный зуд. И в носу зуд, частое чихание, нет повышения температуры. Тут момент такой вот, что касательно помощи от антигистамина, нужно понимать, что мы можем, конечно, на это ориентироваться, но не всегда. Потому что некоторые антигистамины имеют эффект такой, как бы они, особенно первого поколения, типа супрастин, там, тавидил, они, если пациент самостоятельно принимает, они обладают таким эффектом, как бы уменьшать выработку, ну, грубо говоря, слизи. То есть, эмхолинолитики они, да, у нас? Эмхолинолитики. Внимание, запомните, дорогие коллеги. Эмхолинолитики. Для превьюшки. Я даже не знаю, как. Короче, грубо говоря, некоторые антигистамины первого поколения просто в том числе могут уменьшать выработку слизи. Я понял. И поэтому здесь не всегда можно понять, что действительно это, о, это аллергия, а на самом деле нет. То есть здесь, ну, критерий, еще раз, вот если коротко. Так, критерий. Значит, это не будет температуры, будет выраженный зуд и все-таки будет на самом деле прям выраженный эффект от антигистамина второго именно поколения. Да, первый, я, кстати, я помню, когда был помоложе, как это звучит, в общем, я раньше как-то принимался спросить, чтобы заснуть. Вот так работает. Ну, конечно, он в мозг проникает и способствует засыпанию. Да, процесс потом сонливости, но... Да, он действительно так работает. Да, да, я помню, когда я как-то отдежурил, это еще был студентом, работал в Склифе и отработал, типа, 24 часа еще плюс сколько-то, и такой уставший. И меня вкололи сопрастины, я прям... Я и так мог, наверное, ну, точно мог заснуть, но сопрастины мне так приятно где-то лег там. Да, мы сейчас его практически не используем. Да, 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 да. Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, вот с какого момента начинаются эти вот сезонные аллергии? Может, можно как-то понять? И нацветение просто. Многие говорят, что вот нацветение, на пыльцу конкретно. И как ты сказала уже, что пыльца, все-таки там белок какой-то, содержится не на запах, а на вот эти вот частички. Конечно, сам аллерген, это сама пыльца, это пыльцевые зерна, и у этих пыльцевых зерен есть белки, ну, как бы, которые, проникая в организм, собственно говоря, вызывают выработку специфических антител. То есть этих антител, которые соответствуют, грубо говоря, этому белку, да. То есть они как пазл, как пазл. Нет. Это я понимаю. Как... Надо, чтобы в нос попало, да? Да. Когда мы говорим про респираторную, то есть аллергии на то, что летает, это вдохнуть человек должен. То есть сейчас мы точно проясним, просто не все знают, опять же. То есть если она на кожу попадет, если ты условно потрогал там этот, если ты не поднес к носу и там не вдохнул. Ну, как сказать, есть, иногда бывает такое, что некоторые типы дерматитов, например, атопические в том числе дерматит, может реагировать на респираторные аллергены, может ухудшаться во время цветения, в том числе, если у человека есть аллергия на этот... На белок. На эту пыльцу, да? На эту пыльцу. Но, если мы говорим про проявление зуд, глаз, носа, чихания, вот такие, да, то есть со стороны дыхательной системы, здесь обязательно, конечно, человек должен вдохнуть. Ага. Должен вдохнуть этот аллерген, потому что клетки, которые реагируют, они находятся в слизистой носа. А рта? Во рту тоже есть, тоже есть, тоже есть. Но, я не знаю, можно ли сделать отступление? Да, но я не знаю, насколько оно большое. А в глазах тоже есть? Если мы говорим чисто на пыльцу, в основном это нос, все-таки нос. В глазах это чисто рефлекторная больше реакция, то есть если выражена аллергия, у нас идет там, я могу ошибаться, я не помню, это как рефлекс, честно говоря, называется, наза, ну, не важно. Суть в том, что в самих глазах практически нет клеток. Супер. Которые реагируют. Да, мы просто плавно подведем, что защитить, понимаешь, я же тебя не просто так, мы это обсуждаем, понимаешь? Да, то есть основной это нос. Основной защитой, основная защита это нос, конечно, да, да, да. Глаза тоже мы, да, она может, по лица попадать тоже может раздражать, и в том числе там в небольшом количестве могут иметься клетки, которые будут реагировать. Но основной это нос, вот, это нос. Просто, понимаешь, ведь многие же, очень многие люди защищаются от этого двумя способами. Кто-то ставит улавливатели на окна, какие-то там, я не знаю, что они там делают, это ты сейчас скажешь, да. Вторые люди ходят в респираторах больших, которые и рот закрывают, и нос. Я видел таких людей, которые еще и глаза закрывают. Глаза мы рекомендуем, да, но, ну, то есть очки обычные, солнцезащитные. А, солнцезащитные, то есть не такие, которые, вот, в которых мы при ковиде ходили. Ну, нет, ну, в принципе, обычные, не-не-не, обычных достаточно. Да, основная защита должна быть носом. То есть, значит, суть в чем? На самом деле это называется все, в общем, если мы берем, называется гипоаллергенный быт. Да, гипоаллергенный быт может быть как индивидуальная защита, так и, например, защита, ну, то есть дома. А, индивидуальная защита чаще всего это, на самом деле, ну, если удобно, можно в маске, на самом деле, если человеку удобно. Ну, лучше с определенными фильтрами, которые FFP. FFP1 или FFP2. Да, 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 потому что там все-таки определенный уровень пор, которые будут задерживать. Потому что в обычной там, ну, не так. Там, наверное, вот сюда могут затекать. Да, во-первых, сюда, сюда, и плюс, ну, она не защищает. Ага. Но, если это удобно пациенту. Но еще есть второй вариант, это назальные фильтры. Да, назальные фильтры, да. Они созданы специально для аллергиков, и там действительно просто размер, размер пор, размер пор, который не пропускают. Вот. Но суть в чем, не всем они удобны. И не прям, это может быть, как используется, как дополнительная защита, но это не заменяет лечение препаратами. Вот в чем суть. Ага. Вот. Это первый момент. То есть все-таки мы можем использовать, рекомендовать назальные фильтры, если пациенту это А помогает. Да. Если ему это удобно, но это не обязательно. Вот. И второй момент, значит, никаких улавлителей, ну, я, по крайней мере, лично я не знаю на окна, я знаю только воздухоочистители с хепофильтрами, которые ставятся дома, либо, в том числе, бризеры, ну, то есть, которые... Но, опять же, мы должны понимать, что там должны быть поры определенного размера, чтобы не пропускать. Вот. То есть вот это общие такие. Но это все дополнительные методы к лечению препаратами обязательно. Зачастую они не защищают. И еще один такой момент, когда мы, есть такие состояния, когда мы не можем, например, беременность, да, назначить все группы препаратов, в таком случае действительно это хорошее подспорье. То есть какие-то защищающие, там, назальные фильтры или... Да, да, в том числе, конечно. Потому что там ничего нет в составе условно, да, то есть только фильтр стоит. Да, он просто не дает проникать эллигену. Это, в принципе, действительно, если человек на природу выезжает, тоже можно взять, использовать. Да. У нас же есть фильтры назальные, мы в том числе разрабатываем их и делаем. И у нас есть линейка, которая против стресса, с запахами. А вторая линейка вот с... Как бы тебе это сказать? Спанбонд он называется. Типа вот в масках. Вот в масках спанбонд, несколько слоев спанбонда. Нетканный материал он называется, да. Вот. И типа он стоит и улавливает. Ага. Вот. Как ты сказала, что фильтры, они могут помочь хорошим подспорьем. Да. Могут быть. Да. У нас просто вторая линейка. Я... Это ты для меня просто скажи, потому что я очень сильно переживаю всегда. У нас есть небелковая молекула, это запахи. Просто ароматерапия, аромофильтр, там есть запах, но он небелковый. Это сложные эфиры. Да, оно, да, низкомолекулярное. То есть, они не могут... Просто я очень сильно переживал, давая людям, может ли это запустить рефлекторный механизм. Да. К сожалению. Ну, смотри, момент следующий, да. Unfortunate. К сожалению, к сожалению, ну, часто, на самом деле, это прям очень распространенный миф, что на запахе бывает аллергия. Значит, суть в чем? Значит, действительно есть запахи, на которые аллергия может быть. Это запах рыбы. Собственно говоря, почему не берут в армию, да? Значит, грубо говоря, с этой аллергией. Потому что в этом запахе, то есть, эти белковые молекулы, это белок. А у рыбы, например, он очень летучий. Поэтому, грубо говоря, оно по воздуху хорошо перемещается. Поэтому человек может вдохнуть и, как бы, выдать анофилактическую реакцию. Но если мы говорим про запахи, которые духит, парфюмерия, там... Ну, вот, собственно говоря, это низкомолекулярные вещества. Они чисто на молекулярном биологическом уровне не способны вызвать выработку антител в ответ. Да. Да, это очень важно понимать, что это не аллергическая реакция, это рефлекторная. И это нужно разделять. Потому что есть, например, бронхиальная астма, аллергическая, допустим. Да, это вот как раз с реакцией на белок. Это важно. Но для них триггером обострение будет вдыхание холодного воздуха, вдыхание резких запахов. И это все называется, по факту, раздражительная реакция на рецепторы, в том числе на нервные волокна. Это другая немножечко история. Ну, просто говорят же там, типа, ой, не могу дышать, меня сейчас вырвет от твоего запаха, от твоих духов. Может, и вырвет, но это не будет не аллергия. Нет, это не аллергия. Это не аллергия, сто процентов. Стоит ли бояться тогда, вот у нас просто фильтры есть с запахами, стоит ли бояться давать людям, у которых условно есть аллергия, запустят или нет? Именно саму, ну, развитие аллергии нет. А если у человека уже есть аллергия, то, конечно, это, к сожалению, может спровоцировать. Да, потому что... Насколько это вероятно? Или там всегда, сто процентов? Я не могу сказать, но лучше не рисковать. Ну, то есть, это может просто, так как у человека с аллергией, у него более, так скажем, простыми словами, обостренное реагирование, да, то есть, оно более... Да, но это именно респираторная аллергия должна быть, условно, то есть, не какая-нибудь там другая, там, контактный дерматит какой-нибудь. Нет, это вообще разные. Всё, супер. Это разная история, абсолютно. А респираторная пищевая аллергия – это один тип реагирования, контактные дерматиты это вообще другой тип реагирования который не связан никак хорошо тогда еще вот пациенты есть которым знаешь у нас просводится контрастом при ген рентген хирургии да 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 вот у них есть условно есть какие-то лекарственные аллергии а мы я просто сейчас опять возвращаю что если мы даем она условный назальный фильтр который не содержит белковых молекул не будет у него получается ничего то есть у нее только только респираторно вот эти вот аллергии будут да он может усиливаться например обостриться астма вообще что касательно я хочу отступления потому что лекарство аллергии это одна из моих любимых тем то есть у меня есть несколько направлений которыми я занимаюсь это первые дерматиты это крапивницы потому что крапивница неравна аллергия как вы понимаете как у тебя зажглись глаза брать сразу и научный человек ангиоотеки это одно это отеки различные которые их тоже множество типов это все называют отек к венке это неверно и 4 это лекарственная аллергия почему это моя любимая тема почему потому что мы чаще всего по крови или еще как-то не можем определить для того чтобы поставить лекарственной аллергии нужно знать чуть-чуть вести да чуть-чуть вести надо скарификатором таким я помню раньше были просто скарификационные пробы такие-то типа надрезал и сейчас есть это золотой стандарт именно респираторных пищевых аллерген на ручку то есть да часть вообще по-хорошему это если прям диагностика диагностика это мы человеку либо даем препарат либо иногда кожные пробы делаем до но основное в диагностике лекарственной аллергии это знание врача знание реагирования иммунного ответа и длительный тщательный сбор истории болезни как человек отреагировал на это лекарство потому что по крови мы никогда не узнаем если аллергия или нет на лекарства и это очень интересно то здесь нужно знать очень много механизмов и в том числе разбираться в формак терапии то есть грубо говоря знать строение лекарства что мне сейчас задала ты знаешь еще посмотрю потому что пишут же лидокаин там есть конечно амида там же бензольное кольцо просто типа на лидокаин это вообще аллергии или бывает на декаин действительно было там же нет ты я-то знаю просто у меня такие пациенты есть а я хочу даже белково молеку не нет вот что к вот я последний сказал лекарственной аллергии это вообще другая что она отличается от всех черт я хотел развенчать все мнения своими потому что действительно именно при лекарственной аллергии часто бывает когда лекарство бьет ну если грубым грубыми словами прямо на саму клетку напрямую и вызывает прям сильный выброс до гистамина и тогда действительно будет острая реакция и иногда некоторые лекарства становятся аллергеном только попадя в организм человек потому что там они связываются с белком с белком крови да и становится уже внутри аллергеном это как один из вариантов это много-много различных вариант интересный механизм ты знаешь просто у нас был такой случай честно говоря у пациента аллергия была вот на контраст если не ошибаюсь и возможно на лидокаин а ему надо было провести операцию внутри крана рангеографию надо было законтрастировать и сделать даже операцию да там простентировать что-то и вводили ну естественно до этого там вводили препарат из группы стероидных да 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 все при подготовили все очень тщательно но у пациент дал сну специфическую на мой взгляд реакцию он дал остановку сердце после к это это супер необычно не получилось завести сердце да на катаризацию правой артерии вот очень нетипично то что но обычно там никакого спазма не было обычно же у нас как условно катетер подводишь правой коронарной артерии он может сузиться резко да и типа кровоснабжение резко прекращается а там есть ветвь синусового узла ну и соответственно вот она кровоснабжает там сердечный ритм условно до отвечает за сердечный ритм она прекращается и у пациента фибрилляция развивается а тут возникла остановка сердца вот которую мы ну так как асистолию мы не ну типа не лечим не мы не бьем дефибриллятором потому что другой механизм асистолия просто прекращается пульс когда фибрилляции у нас много вот таких штук а асистолия от прямая линия и в этом случае единственное что может спасти это там адреналины и там массаж сердца непрямой но не дефибриллятор он тут бессмысленно вот и в этом случае не получилось завести и вот у меня отсложилось это с моей ординатуры вот одно единственное в памяти что у пациент был аллергик на контраст мы там и амнипак это специальный препарат у которого меньше аллергических реакций там с бубном танцевали но в общем здесь сложно сказать что не видя пациенту вообще к вопросу да все таки вот про йод про йод содержащий рентген-контрастные вещества тоже такой существует миф что якобы если у человека есть какая-то реакция на местный йод да то значит у него будет реакция на йод содержащие рентген-контрастные вещества это неверно потому что в данном случае йод он находится в неактивной форме и если происходит реакция действительно на такие контрасты то это не связано с йодом это связано с самой молекулой этого раз ты собственно говоря и здесь как раз таки вот этот механизм происходит когда контрасты бьет напрямую на клетку напрямую и то есть там ничего никакой как раз иммунной памяти ничего не просто напрямую на клетку это тоже как бы определенная такая вот предрасположенность и здесь в данном случае мы всегда оцениваем риски мы всегда оцениваем было ли это реально аллергическая реакция в прошлом или побочный эффект например тщательно собираем анамнез 1 2 оцениваем аллергии не аллергии если это аллергия какая степень была тяжелая не тяжелая соответствии отталкиваясь от этого уже мы либо просто заменяем на другой препарат который имеет меньшую перекрестную реактивность и плюс дополнительно делаем то что сказал при медикации да да если все таки мы понимаем что препарат ну требуется подбор тогда мы пациента действительно отправляем в стационар просто там налоги для того чтобы там подобрали на то будет реагировать или нет если это жизненно важно до необходимо вот здесь много 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 этапов вот это все очень отличается вообще от других дороги на напомню слушай но вот возвращаясь к сезонным аллергиям вот все знают ну условно тот кто аллергик тот знает то что в апреле или там в мае в зависимости от цветения я так понимаю у некоторых аллергиков типа начинается в апреле если он на белок какой-то вот цветущий в апреле что у кого в мае цветущий вот это и там до августа насколько я знаю потому что у нас у папы есть пасека и пчелы несут вплоть до августа значит они где-то собирают нектар и пыльцу вот значит типа какие-то разные деревья все-таки цветут вот этим людям если не знаю точно что будет капец как плохо можно ли как-то подготовиться просто у меня есть знакомая которая вот недавно с ним встречался она говорит раньше вот было ездила в германию укол делала и все было нормально сейчас в германию не получается приехать не помогает что это за чудо таблетка как кремлевская честно говоря я не могу сказать что это но просто суть в чем даже значит подготовиться раньше была такая я сейчас приду к тому что действительно помогает можно но раньше была такая практика значит и сейчас к сожалению есть есть такие препараты гормонального спектра очень сильные которые водятся они длительно работают это бета метазон да он по факту просто подавляет иммунный ответ это неправильная тактика эта пушка по воробьям да то есть мы просто грубо говоря подавляем иммунный ответ и все это не точечное лечение возможно какая-то такая история то есть это часто используют и к сожалению ну вообще аллергологи мы не любим этот препарат мы в крайних случаях используем и чаще при дерматологии при дерматологических заболеваниях вот а значит а вообще вообще есть у нас золотым стандартом лечения аллергия является осид это аллергенспецифическая иммунотерапия что она из себя представляет круто да на самом деле этому методу уже около 40 лет и почему то ну как бы мало об этом знают зародился в россии ну вообще изначально до разработчики были в том числе в россии на самом деле да значит что это себя представляет это длительное введение малых доз по нарастающей аллергена в организм человека различными вариантами то есть это может быть либо в инъекционной форме либо в виде подъязычных капель например или даже таблеток класс длительное введение аллергена минимум мы вводим три года максимум пять лет для того чтобы иммунитет выработал защитные антитела и наступила ремиссии аллергии клави миссии у всех по-разному она может быть от 5 лет от 7 у некоторых 10 20 то есть это индивидуально от организма зависим и эффективность данной терапии ну она варьируется у нас там от 80 до 95 процентов да ну то есть есть всегда исключение конечно но это международный золотой стандарт лечение аллергий респираторных пищевых пока сложно потому что там выражены реакции при введении аллерген минимум еще раз говорю три года максимум пять лет в зависимости если это сезонные аллергии обычно это где-то там минимум пять месяцев в году если это аллерген круглогодичной то есть это клещ домашней пыли например то это круглогодичное введение а также за рубежом есть препараты от аллергии на животных кошек собак у нас к сожалению пока не зарегистрировано хотя другие аллергены точно фирма не зарегистрировано как ли я не знаю с чем связано пока вот поэтому этого действительно хорошая лечение класс 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 подожди а как тогда кому обратиться чтобы получить это же пропал местом это платно дорого в зависимости от и подкожные чуть дешевле если мы говорим проще пациентам сейчас подъязычно потому что они мобильные потому что подкожно это все-таки до нужно приезжать от ставить уколы до до подъязычная это есть там несколько вариантов производства франция дании препараты в среднем на курс если мы говорим например пыльца ну цены варьируются ну кто может быть 35 40 тысяч за курс это пять месяцев шикарно ну и плюс еще введение конечно врачом потому что врач обязательно должен контролировать но подъязычный пациент сам врач его учит ну да понятно он его контролирует первое время и дальше все равно пациент должен там раз в месяц пережить обязательно потому что бывают случаи как раз таки когда приходит рассказ ой а мне не помогло а потом ты начинаешь спрашивать оказывается что он там не накапал тут неправильно сделал есть там эффективность теряется то есть контроль врачом должен быть на протяжении всех пяти месяцев минимум три года соответственно минимум три года нормальный срок такой но с другой стороны не будет аллергии тут суть в чем задача осид в первую очередь не дать прогрессировать потому что любая респираторная аллергия риск развития бронхиальная астма бронхиальная астма извините это уже тяжелее чем просто ренит или баками это первая задача а уже понятное дело и облегчение симптомов конечно у кого-то симптомы грубо говоря там сходят вообще полностью на нет у кого-то там раз-два почихал где-то в мая на пик цветение класс и все класс слушай если аллергия на пыль животных пыль животных на на животных на домашних что делать расставаться с животным но вдруг ты обнаружил или заводите лысых кошек а это не влияет аллерген животных он содержится в его коже в мочи и в слюне то есть не бывает гипоаллергенов животных это миф да это говорили лысые лысые помогают не 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 помогает никак не не связано это абсолютно потому что это ты сказала про мочу то есть сейчас я правильно понимаю что если у тебя дома есть собака или кошка то ты вдыхаешь в том числе аллергены из белка мочи конечно вот вам ребят а еще бывает такой редкий типа когда кто хочет дышать ночью кота в редких в редких случаях бывает когда человек реагирует только на антиген мальчика аллерген мальчика матче там же апокриновый рецепторы секреции простатический вот этот антиген это редко бывает много изолирована только на это и тогда помогает кастрация очень хорошо тогда снижается выделение надеюсь сейчас никого не сподвигнем на кастрацию животных но это редко когда только на этот аллергеном у них много аллергенов на самом деле у кошек собак там несколько там прям ну большой список и редко когда бывает только на один надо избавляться тут история какая когда ко мне приходит пациент я всегда говорю есть несколько вариантов так конечно хорошо если есть возможность если есть возможность как бы животное отдать кому-то хорошие руки до пристроить то желательно да но если пациент все-таки мы уже не по старой модели общаемся да с пациентом что вот такой менторской форме что вот только так так и так мы даем выбор пациент да лучше конечно умереть молодым или избавиться от животного выбирай кто умрет тогда если пациент категорически отказывается избавляться животного я в принципе могу понять меня самой кот вот но у тебя наверно нет аллергии на него нет нет да 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 но тут конечно да вот и тогда мы говорим тут то 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 какие-то мероприятия вы должны проводить какие-то препараты на постоянной основе принимать находясь с этим животным определенные там но обработка должна быть вот но вы должны для себя понимать что это риск развития астма бронхиальной любом случае мы предупреждаем про всех рисков но рекомендовано конечно избавиться мне так не нравится это слово убрать животное да а тем более то что у нас аллергенспецифической иммунотерапии нету в россии пока опять же когда мы проводим осид на животное мы все равно животное убираем до определенный период вот в чем суть такая слушать ты знаешь есть еще один такой я не знаю миф правда что у врачей дети их больше аллергики или чаще встречаются аллергики чем у не врачей потому что врача оказывается большое я тебе расскажу я слышал просто у меня родители врачи да и как бы был риск как бы переживали не знаю я переживал всяком случае в детстве не помню откуда это взялось что у врачей так на них действует большое количество вот всяких там аллергенов передается ли короче аллергия по наследству так или иначе и если там условно отец или мать более сенсибилизирована будет ли это влиять как-то на ребенка ну во первых точно что это не связано как бы с профессией сто процентов это просто типа животноводы может быть тоже у них тоже большой вот вот я хочу сказать здесь это начнет я понимаю что у нас время гречено немножко тут важно обязательно сказать про формирование возвращаясь к началу про фирма что такое аллергия формирования до аллергии значит было много исследований их несколько было исследований больших достаточно которые говорят нам о том так называемой стерильная теория может быть слышал суть в чем что дети сельской местности страдают меньше аллергии нежели дети город дети города да почему это связано действительно с тем что человек постоянно различными антигенами контактирует у него первых постоянно стимулируется иммунный ответ во вторых он принимает ту микрофлору от животных от большого рогатого скота и в том числе от даже если есть домашние животные но там пока там такие как бы разные исследования но они передают свои микробы и эти микробы в том числе способствуют формированию иммунного ответа которые в противоположность аллергическому класс то есть бегать есть грязь есть попки этих муравьев да да по всем деревьям лазить это полу грязные яблоки есть это моя любимая фраза что больше грязи шире рожи ну то есть здесь это применимо к формированию иммунного ответа действительно и это вот называется стерильная теория которая была подтверждена несколькими большими исследованиями одно из последних карельская по моему было когда брали на границе карелии там ну как бы там же есть финс для финны и мы и соответственно там брали городских жителей и наших сельских у нас меньше то есть те кто сельские жители они меньше действительно болеют аллергиями и это важно понимать формирование иммунного ответа ребенок должен контактировать ребенок должен то есть не нужно вокруг него стерильно вот это вот создавать эти условия класс и это вносит вклад вот это вносит вклад поэтому действительно как животноводы возможно действительно до среди них вот а и второй момент аллергия предрасположенность действительно особенно респиратор она передается если один родитель имеет респираторную аллергию это 50 процентов риск развития если оба это уже даже выше до 70 процентов риска развития аллергии у ребенка потому что все таки же распространять аллергии это генетическая предрасположенность плюс влияние факторов внешней среды класс тогда еще при есть еще пылевая аллергия на домашнюю пыль и вот этого клеща какого-то который живет я не знаю якобы или правда на всех там и в подушке и в перине есть человек ну вот то есть им делать это правда и с ним ничего не сделаешь есть туда чу делать дилема же осид любом случае у нас есть осид на клеща домашней пыли прекрасно работает абсолютно но клещ есть везде в 10 человек потому что он пытается его эпителем вон там где нет кожи его нет и кстати тоже честно говоря у меня я много исследований у меня плохая память именно конкретно на название это было проведено было исследование тоже финнов по моему и показалось что самое большое количество клеща домашней пыли в общественном транспорте просто люди на себе переносят большом количестве и то есть вот в этих там подушка не спасешь есть ты от подушки его отряхнешь нет тут тоже гипоаллергенный быт то есть клещи действительно они лучше живут на в пуховых первых подушках и здесь нужно меньше пылесборников любом случае до мягкой от этой я не знаю мебель мебель да то есть меньше всего чтобы было пылесборников дома специальные должны быть чехлы противоаллергена это все продается есть в магазинах специальные подушки из синтетического материала одеяло и дтп то есть да да это все помогает снизить нагрузку но как бы это не убирает его полностью мы не можем его полностью убрать но что ну он есть да он на коже живет нет он коже питается да и мы его можем переносить на одежде в том числе так хорошо я про сейчас про мое личное спрошу у меня в детстве папа пасека как я и сказал да и вот мед я ел периодически и как-то так получается что вот было несколько раз что я съел ложку меда и где-то через 10 минут наверное или через пять меня начинают меня начинает тошнить и соответственно тошнота и рвота как только рвота прекратилась все нормально то все мне шикарно это аллергия ли не причем супер интересно что потом ее долго не было потом на какой-то не очень перебродивший слегка мед видимо у меня произошло это а потом снова нет то есть то есть то нет у меня на плохой мы как бы как так говорит за глаза типа на плохой мед и по если вы дали все был папин мёд он вкусный они папин не вкусный неправильные пчелы они несут неправильный мед да тут сложно еще сказать потому что мед это такой ужас аллерголога значит мед он сам по себе в чем суть вообще в просто в меде то нет ничего потому это пыльца есть два не значит мед это очень супер мега ужасные продукты для аллергика для аллергика для остальных это супер клево полезно возможно обрели хоупсов именно для аллергик когда потому что там во первых а пыльца аллерген белки самой силы которые тоже могут выступать аллергенами и яд в том числе но который может если у человека есть инсект на аллергии то есть энергии на уку укусы перепончит ужаливание перепончатых крылых в том числе может реагировать вот то есть три варианта вообще аллергена это раз и два не вот сам по себе является не специфическим гистаминолибератором то о чем мы говорили то есть если у много есть опять же у каждого доза своя он может вызвать как раз таки отек до крапивницы но что касательно рвоты здесь сложно сказать здесь могут быть как раз таки ну если это не каждый раз повторяя на первых нужно смотреть из чего мед если это был каждый раз разный мед нужно смотреть где он был собран и второй момент это может быть не специфическая такая вот реакция на такая гистамина либерация в том числе с рвоты может быть да может быть просто не ну не переносимость я надеюсь что не аллергия просто я почти уверен что не аллергия то это можно посмотреть на самом деле по антителам но по антителам к определенным аллергеном который этот мед содержит можно и тогда исключить истинную пищевую аллергию от не специфической так скажем реакции класс слушай вот у меня не было никогда аллергия не понимаю что люди вообще говорят и что подразумевает я везунчик или все еще может поменяться смысле может ли она появится аллергия во взрослом возрасте у меня уже взрослый да может 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 на самом деле респираторная пищевая тут тоже отдельная тема такая опять большое исследование респираторная аллергия на действительно ну чаще проявляется в молодом возрасте но она может и в 30 и в 40 и в 50 лет проявиться то что еще раз это генетическая предрасположенность которая может себя проявить определенный период поэтому говорить о том что вот там она не разовьется нельзя даже если родители не аллергики то тоже нельзя за стопроцентной уверенностью сказать что это не какая-то там мутация ли полиморфизм там дынова до которые то есть вновь обретенный у этого конкретного человека что он не разовьет но суть в чем и пищевая тоже может появиться почему потому что это маленький такой ставка есть перекрестная пищевая аллергия то есть например есть аллергия на березу да да это вот апрель май как раз то что сейчас береза активность идет заканчивается есть продукты в которых белки схожие с аллергеном березы это огромное количество продуктов это чаще косточковые там яблоки груши вишни черешня абрикос персики вот и вот это уже будет как бы при ну не то что приобретенная то есть перекрестная пищевая аллергия не истинная первичная которая была да тогда там вот именно отдельно на этот продукт а уже связано с тем что есть аллергия например на березу и появилась аллергия татья антитела они связываются с похожими белками в этих продуктах и будут такие симптомы как зуд во рту отек губы может быть на вот эти продукты она действительно часто к сожалению сопровождает респираторную аллергию подкаст скажите а что-то вроде аллергической не знаю бронхиальной астма нет сейчас опять про себя спрошу знаешь как самое приятное а у меня у мамы начался кашель такой он сухой непродуктивный это два года назад в общем все чисто на легких на кт ничего нет у меня тоже периодически вечером когда я делаю но у меня есть такой назовем то ритуал в общем я делаю там дыхание вот типа буты по бутейка 10 минут утром там для расслабления и 10 вечером перед засыпанием периодически это делаю в это время у меня развивается вот какой-то ну там но глубоком вдохе там например да у меня бывает кашель и это вот но ни с чем не связано плюс-минус или когда я ложусь кашель начинается и есть опять же предположение моего такого хирургического непрофессионального ума который привык только резать и не думать о терапии что это аллергический компонент и ну и так как у мамы тоже похоже может ли такое быть то есть аллергия проявляться не прям вот классическими вот прям симптомами бронхиальной астмы а просто вот ну каши но в твоем случае здесь конечно нужно разбираться потому что когда мы говорим про кашель это всегда просто симптом то есть это не в диагноз до кашель это вообще ну такая проблема на самом деле большая в том числе тоже проблема но не просто непростой диагностики зачастую бывает да потому что это может быть и там гастроэзофагиальный рефлекс но давние пищевые как называется мне пищевые до проявления это может быть психогенный кашель это может быть действительно хагенный может быть потому что я чокнутый нет но это нормально почему это нормально дим ты чокнутый да это нормально ну то есть психогенный кстати очень часто у меня на прием встречается если психогенный качели особенно поперхивание у детей бывает когтики ну то есть вот эти истории не там прям такой кашель нужно разбираться тогда смотреть здесь нужно все равно просто кт да здесь недостаточно нужно обследовать пациент нужно смотреть функцию внешнего дыхания нужно смотреть кожные пробы делать либо смотреть антитела в крови все это сопоставлять но в принципе сам по себе кашель особенно по вечерам и ночной кашель ночной кашель это может быть как признаком например и герб ну то есть гастроэзофагиальной рефлексной болезни так например и кашлевой формы бронхиальные астмы то есть это может быть не удушья не удушья а именно кашель но здесь обязательно конечно нужно обследовать скарификационные пробы вот эти все либо их можно делать либо если это круглогодичная история так как у нас сейчас нет аллергенов на клещей то можно кровь посмотреть специфические антитела но опять же первично хочу сказать первично всегда обращение к аллергологу то есть не нужно самостоятельно идти сдавать какой-то спектр огромного первых у нас куча различных вариантов методик ну то есть обследование крови есть там ему на ферментные анализы там есть ему на кап методика который является золотым стандартом самостоятельно ничего сдавать не нужно потому что самое золотое правило вообще аллергологии это прям важно это нужно я вырезать это аллергологии вниз не планировали вырезать самый главный это самое важное потом вначале правило до аллергологии что диагноз 90-95 процентов строится на клинической картине и только потом уже мы до обследуем пациентов потому что открою такой секрет что у нас нету как бы те анализы которые пациент сдает мы их сопоставляем с клинической картины и даже кожные пробы потому что бывает какая история есть там ряд пациентов у которых есть антитела в организме или даже например положительные кожные пробы но у него нет аллергии то есть как клинически она себя не проявляет то есть наличие этих антител не говорит о том что у человека есть аллергии потому что иммунная система это очень сложная система она наравне с нервной если не сложнее то что это вторая система в нашем организме которая имеет память да и может самостоятельно перестраивать это все у нее есть пути обхода этой аллергии то есть все намного сложнее и просто чтобы у меня есть тела значит что у меня есть аллергия это так не работает обязательно в первую очередь прием врача то есть вы иногда меньше потратите даже да просто заплатив только за прием нежели вот такие я подготовлю сейчас там все сдам и приду зачастую даже иногда не нужно понял а есть аллергологи по ум с или они только платные есть но их мало то есть в основном к сожалению как бы здесь да действительно вот такая история в основном аллергологи платные подкаст скажите а слушай у нас фильтры есть которые мы делаем у себя наука емкие да они с прослойкой от стресса вот сейчас волнуешься нет а могла бы еще меньше волноваться на самом деле я хочу что же такую вставку сделать мои пациенты меня знают как человек который достаточно хорошо разбирается психиатрии психотерапии то есть я очень люблю эту тему в том числе вот и на самом деле я за я с одной стороны доказательный врач но я за то что если есть такие методики до которые дополнительно используются они не доказательные да но они дополнительно используются для улучшения самочувствия человека и ну чисто вот психологически помогает ему это всегда здорово медитации да какая-то ром терапия и глоукалов ну грубо говоря если это дополнительно к основному лечению почему нет да не замена а если это помогает действительно человек потому что мы еще говорим про эффект плацебо дополнительно который на самом деле очень неплохо зачастую работает конечно вот и не нужно что сделать а попробуй откроет их прям вот так да не не просто откручивай да там вот эта бирочка она типа специально чтобы ты точно знала что перед тобой никто туда не так да вот вот за этот перемычку лучше брать чтобы не то да нет просто у тебя на на пальцах может этот все эти представляешь а то у нас слишком веселый будет контент вот все ты чувствуешь запах это лаванда там да сейчас лаванда и сейчас не ментола этот прополис да что-то такое ты суши ты как-то так разбираешь у тебя все очень люблю ароматерапию честно я люблю запахи кайф вообще нет серьезно мне нравится я люблю такое я не знаю как как это относится ну как бы допустим к нашему аллергологическому такому но на самом деле я как я люблю ароматерапию лично мне это зачастую успокаивает мне запахи действительно могут поднимать настроение то есть местом определенные духи для подъема настроения дома используете ну вот я такой человек а у тебя много разных духов очень кайф это типа ты утром просыпаешься и такой так вот эти для того чтобы взбодриться там у меня есть определенные духи которые обшивку и они не сразу поднимается настроение реально кайф у меня просто спал у меня ряд была лаванда специально с ну я капал специально штучку чтобы она расслабляла перед сном лаванда очень полезно и у меня еще есть водичкой знаешь там капаешь эти и зажигаешь запах лаванда у меня куча свечек дома еще ну блин если человек на это реагирует почему нет ему это помогает стопроцентно мне нравится не мешает но особо нет это кайф мне тоже не мешает мы специально сделали очень мягенькие такие лепесточки чтобы они не мешали в этот но особо чувствительных людей конечно который реагирует им наоборот запахи они могут могут но те которые ну как я наверно да наоборот кайф мне нравится прикольно кайф слушай ну давай чё я финал нормально да да все отлично тогда финале два вопроса значит первый во первых ты очень активная блок ведешь это очень круто что для тебя зачем ты это делаешь потому что у тебя семья дети а еще и бог еще научный сотрудник и кандидат наук ну куда ну да да было время даже был три работы одновременно афига сейчас уже две вот но на самом деле блок я изначально я очень долго хотела его завести но из-за своего перфекционизма и синдрома самозванца я его долго не заводила когда уже было много я думала вот много аллергологов ну как бы чё я нам расскажу мне кажется года два назад его заводил мне очень медленно растет но изначально я вообще цель какая была мне хотелось бороться с мракобесием да то есть я хотела доносить до людей понятным языком хотя в начале нашего интервью это мне не очень получалось но моментом шиках обычно обычно у меня ну как бы на приемах я стараюсь максимально понятным языком объяснять гиперергические реакции немедленного типа так кто не понял все уходите но мне хотелось доносить до людей что ну как бы вот это правильно это неправильно и прямо объяснять действительно это было прям первично моей основной целью то есть сейчас мне блок дает то что ну развитие то есть я постоянно развиваюсь я в принципе так ну достаточно люблю читать развиваться в плане медицины и не только но он еще больше меня стимулирует и второе это дало мне понимание того что я уже готова сейчас к тому чтобы ну дальнейшем планировать обучение других врачей и аллергологов и не аллергологов по определенным темам а в какой в каком формате ты хотела бы так обучать типа семинары делать или дпо не но это пока слишком круто мне нужно что-то маленького начать типа ментором быть какого-нибудь человека да 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 то есть но пока я не говорю так как у меня синдром такое самозванцы перфекционизм я боюсь как это ступор этого да да я не тяжело начать и я боюсь что это будет не идеально будет не очень пока мне нужно хотя бы хоть гайд какой-то выпуск выпустить до 1 сейчас планирую там по крапивнице для вас для пациентов для пациентов и для врачей потому что да и сейчас мне это дает возможность ну как бы так как я в декрете да ну не будем креять душой какого-то дополнительного заработка как онлайн информирование пациентов почему класс 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 мы просто есть еще направление нас стартапе мы хотим сделать платформу для менторов и менти типа сводить условно вот врача который супер это прикольно потому что много есть не еще не опытных врачей до которые там хотят до почерпнуть там у научного сотрудника ты представляешь что даже куча регалий это кстати это вообще ни о чем у тебя синдром самозванцы это возможно это важно но все-таки нужно смотреть мне кажется на то как человек развивается и как он хочет познавать то есть у меня именно такой по жизни познавательские интересы мне интересно значит новое постоянно медицина этому способствует такой ну мы все знаем что что-то новое постоянно это очень здорово что-то совпадает согласен слушай а тебе интереснее вот молодых учить или взрослых мне вообще врачам проще объяснить или пациентам проще как по твоим ощущениям по ощущениям врачам аллергологом условно или там ну спервичка какой-нибудь наверное врачам врачам я раньше преподавала студентам в первом месте да 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 микробиология класс вот и но это честно могу если взять студентов врачей и пациентов самое простое это врачи до самой тяжелой студенты начинается потому что с ними тяжело честно мне было тяжелее всего морально чисто но легче конечно врачам объяснить потому что у тебя уже идет профдеформации и через какое-то время хорошо когда финале вопрос можно ли избавиться от аллергии раз и навсегда и как нет нельзя ну но нет нельзя но есть методы которые могут способствовать длительной ремиссии да то что ты рассказывал да 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 и про тут в данном случае правильный врач который все это объяснит например ты например я скромно мы оставим ссылочку естественно кстати поделитесь пожалуйста в комментариях была ли у вас в детстве аллергия и прошла ли она с возрастом спасибо тебе большое храни вас господь и не забывайте берегите свое сердце и не все что чешется аллергия